Всем привет, с вами Прио. И вот мы дошли до последнего ковенанта. Последний ковенант, который мы рассматриваем в цикле видосиков, это Некролорды. Ссылочки на остальные ковенанты можно найти в описании. Итак, Некролорды это, можно сказать, самый мертвый ковенант. Не потому что он бесполезный, а потому что в нем очень много мертвичины. Различные трупы, различные костяшки. И все это на самом деле интересно для ДК, например. Ну что ж, поехали, рассмотрим абсолютно все общие для начала интересные полезности от ковенанта. В принципе, как и любой другой ковенант, ковенант Некролордов ничем не отличается по своим наградам. Мы также получаем открытые различные таланты для проводника душ. Мы получаем мопщиков, которые будут вместе по карте с нами бегать. Мы увеличиваем этом левел, который получаем с локальных заданий. Ну, то есть, этим левелом вещей увеличивается. Мы получаем легендарную мощь, легендарный рецепт. Получаем питомца, получаем маунтов. И, конечно же, ковенантовый трансмог. Различные сетики, различные пушечки. Выглядит это все довольно-таки интересно. Плащи, конечно же. Открываем компанию ковенанта. То есть, у нас, например, раньше была компания оплота, военная компания. Тут будет компания ковенанта. Ну, и, конечно же, увеличиваем количество спасаемых душ с утробы каждую неделю. Ниже показана общая информация, интерфейс уровней известности, где мы просто-напросто забираем какую-либо награду. Награда за 35 уровень – это увеличение выносливости на 2%. Также написаны координаты. Ну и у какого мопчика мы все это получаем. Ниже расписаны абсолютно все награды. Выделим только главные, пожалуй. Шестой левел – штандарт в виде плаща. Само собой, глянем его позже в виде трансмога. Одиннадцатый уровень – камушек. Возвращение в стиле некролордов. Далее, четырнадцатый уровень – легендарная мощь, аналогичная со всеми другими ковенантами. То есть, без разницы, в кое вы вступите, на четырнадцатом левеле вас будет ждать Memory of Vital Sacrifice. Легендарная сила для шапки, плечей и нагрудника. Далее, что тут еще есть интересненькое. На двадцать третьем мы получаем одного маунта. На двадцать седьмом мы получаем питомца – кошечку. Она зеленого цвета. Слизь, скорее всего, просто-напросто сделана из слизи. Прикольно выглядит. На тридцать четвертом мы получаем тоже плащик другой уже формы, другой модельки. На тридцать шестом получаем иллюзию для кошечки. На тридцать седьмом получаем ковенантовый трансмог в виде оружия. На тридцать втором уровне мы завершаем сбор трансмога вещей. То есть, шапка, нагрудник и плечи становятся доступны для покупки, для получения. На тридцать девятом мы получаем бронированного маунта. И на сороковом мы получаем титул, звание – барон или баронесса. Классно звучит. Ниже расписана краткая информация касательно получаемых наград. То есть, что на ком-левле. Например, маунты на двадцать третьем, тридцать девятом. Иллюзия для пушечки на тридцать шестом. Вот иллюзия, как выглядит в, так сказать, полной мере, в полном масштабе. Анимация камня микролордов. Зеленый дымок, зеленое свечение под ногами образуются. И происходит каст камня возвращения. Первый маунт с двадцать третьего уровня, как я правильно понимаю, известности. Второй с тридцать девятого. Переходим к трансмогу. Трансмог хорошенький. В нем очень много различных костяных элементов. Ткань, кожа, какая-то слишком зеленая. Кольчуга, латы. Латы просто бомбезные. Особенно тут еще значок ковенанта, как я правильно понимаю. Ну да, что-то такое. Интересненько выглядит. Ткань, кожа, кольчуга, латы. Ткань, кожа, кольчуга, латы. Тут еще больше свечения. Вау. Давайте посмотрим. Четвертый комплект уже приближен нам. Ткань. Кожа. Ну что это такое? Кольчуга и латы. Хорошенькие латы. Чудные. Очень много костей. Смотрится прям, ну реально, как латы. Хорошо. Так, некролордовые ковенантовые плащи. Если это пальцы, то это что такое? Что это за средний палец вообще? Посмотрим, как это в 3D модельке все выглядит. Думаю, будет неплохо. Вифен 3D модель. Некролордовый ковенантовый плащ. Некролордовый. Такое сложное слово. Ну то есть щиток, флаг. Ну, батл штандарт. Окей, хорошо. Тут различные вариации цветовые. Угу, угу, угу. Это что такое? Это вроде как крылышки. Остео Винкс. Винкс это крылья. Остео. Ну то, что, наверное, из костей. Скорее всего. Игра слов какая-то происходит. То есть реальные такие крылья. Как будто в Диабло зашел костяные крылья и узнал. Прикольно выглядит. То есть щиток еще такой будет. Хорошо, например, к латному сету смотреться. Кожаному я вообще не могу придумать, что будет хорошо смотреться. То есть кожаный трансмог у Некролордов, он какой-то грустный слишком. Тут еще различная вариация костей. Окей. Тут что у нас? Мертвый фетиш. Филактерия. Давайте посмотрим, как будет смотреться, например, вот этот зеленый кристалл. На персонажике. Очень уж интересно. Прокрутим. Угу. То есть просто кристалл, который будет крутиться за спиной у персонажа. Что скажете? Ну, вроде интересно. Окейушки. Приставим дальше. Фиолетовая вариация. Тут темно-зеленая. А тут... Подождите, не понимаю. Тут темно-зеленая. А тут вроде как изумрудного цвета, да, получается. Сложно отличать оттенки цветов. И тут тоже фиолетовая. Тут более, наверное, темного цвета. Или, наоборот, светлого. Четвертая более светлого. А вот вторая более темного цвета. Но на первый взгляд можно сказать, что вообще просто по две пары вот этих вот филактерий. И то есть не скажешь изначально, что их четыре. Просто две штучки по две. Ну, что можно сказать? Интересный ковенант некролордов. Очень много костяшек. Очень много всего интересного. Хорошие награды. Хорошее звание. Барон Баронесса. Звучит классно. Звучит круто. И там еще механика будет. По выращиванию каких-то мопчиков. По выращиванию поганищ. Чего-то типа такого. Но кожаные сеты... Они какие-то слишком грустные. Серьезно. Ну, что это такое? То есть одно плечо нормальное. С двумя шипами. Одно в виде вообще какой-то руки поганища выполнено. То есть, ну, это просто какая-то рука поганища отдельная. Вот она видна. И то есть зачем такой сет? Для чего? Кому он будет интересен? Я просто не понимаю. Хотя, может быть, какие-нибудь кожаные найдут для себя что-то интересное в этом. И будут рады такому кожаному сету. Окей, ладно. Просмотр всех ковенантов окончен. Цикл видосиков получился хорошенький. Теперь стоит решить, в какой ковенант надо вступать на основном персонаже ради большей боевой мощи. Ради большего дэмэджа, отхила. И ради того, чтобы побольше по себе дэмэдж. Уменьшить получаемый, например, танком. А в какой ковенант уже можно вступать твинками ради просто-напросто получения наград. По типу трансмога, маунтов, игрушек, питомцев, иллюзий, сетиков и всего-всего прочего. Ну и званий. Конечно же, звания это неотъемлемая часть нашей игры. Званий много. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ссылочки в описании. Берегите ноги, моете руки. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok